наш эфир продолжает программу леона вайнштейна голос здравого смысла здравствуйте леон ну по прежнему так сказать народ задает вопросы интересуется что же происходит с аудитом имеется ввиду прошедшие выборы выборы 2022 года президентские какие что куда это так сказать что вскрыто почему нет никакой официальной информации хотя мы многое уже знаем о том что там нашли и каковы возможные последствия этого расследования и будут ли подобные расследования проведены в других штатах а да спасибо за такой комплексный вопрос есть о чем поговорить и порассуждать значит а давайте я попробую подойти к этому делу с как бы не совсем ожидаемой стороны скажем тогда я на самом деле уверен что на местах происходили подлоги происходили подбросы происходило сказать огромное количество голосовательных этих самых бюллетеней которые там засовывали там и подобное и какие-то из этих вещей можно выяснить какие-то нельзя выяснить что-то я как бы почти уверен что на уровне опять уверен не уверен такие таскайда верю верю не верю это такие понятия не очень не очень которые притащишь не прищешь называется в делу да но я почти уверен что не обнаружится никакого вот такого а огромного массивного из обмана на уровне подделки данных которые уходили в какую-то италию или германию там что-то переделывались там того подобное это настолько сложно настолько комплексный настолько настолько ловлено что не поймать это надо стараться не поймать а у нас в общем так сказать достаточно большое количество людей при стараются поймать несколько достаточно серьезных ребят в области электроники говорили которые дайте мне там машины я вам точно скажу то сканировали или сканировали дайте мне бюллетени я вам скажу они их складывали или складываются много много разных теорий и разных вот идей того что могло произойти подавалось нам после после ошарашивающих результатов значит третьего числа ночью когда вдруг в течение там двух часов все замерло а потом все оказалось вообще ли так как она ушло и предполагалось до того ведь я все это хорошо помню и понимаю что там происходили всякие подлоги и обманы но а мне кажется что основное где выборы были нечестные искать надо не там они в том как та сторона умудрилась полностью захватить пространство пропагандистское пространство то есть пространство распространение информации во первых большинство а изданий как интернетовских так и печатных во вторых большинство видео теле и тому подобное вид подкасты прочее вещание но самое главное что потоки распространения информации которые сегодня распространяются в основном по тех с помощью тех гигантов да с помощью скажем ютюба фейсбука twitter и google который является переносчиком всей этой информации вот они были абсолютно захвачены было продумано за несколько лет правления трампа как медленно потом быстро перекрыть дыхалку обманывать публику а подставить заставлять их искать с помощью новых психологических методов а так и существует со времен гебберса много чего изменилось и и улучшилось до лучшего из кавычка год вот что происходило вот тут и привело к а огромному количеству людей которые могли бы пойти голосовать и пошли бы голосовать если хотя бы часть правды рассказать но они либо не пошли голосовать либо а пошли голосовать за противоположную сторону потому что им как им объяснили так подали что у них было ощущение что несмотря на там какие-то хорошие вещи которые трамп его администрация делала остальное все было так ужасно что любой ценой надо было его убрать и вот то как это происходило и должно анализироваться и должны выстраиваться именно на этом поле должны выстраиваться противодействия вот я то есть я не понимаю вот прошло уже столько времени прошел уже скажем сколько месяцев после этих выборов прошло понимание того что произошло прошло уже 89 месяцев мы все стали понимать что произошло как может быть что миллиардеры республиканские правой стороны консервативные и люди которые могут это так сказать все это создать и сделать как они не вышли еще с какими-то не с одной а с целым рядом сетей через которые эта информация может бегать информация честная информация правильная информация не искаженная для того чтобы подавать людям вот как можно было до сих пор ничего по этому поводу не сделать я я честными на просто не понимаю я знаю что трамп делает что-то или или может уже сделал а мы не знаем может быть что-то такое ну пока или те предыдущие попытки по которым нам рассказывала что вот 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 эта сеть там там пометки отношения и тому подобное не захлебнулись и ничем не стали то есть они совершенно оказались вроде бы мертворожденные и я так посмотрел на одну потом на другую подумал про себя ну какой же извиняюсь козел это делал не учтя каких-то совершенно элементарных вещей как-то время в безопасности то есть взять и для построения анти-хай-тековской сети взять и использовать программы купить их у хай-тек и на базе этих программ это делать это ведь не молоток это не то что вам продали молоток а сейчас ты стучишь им почему угодно и когда угодно хочешь спрятал хочешь выкинуть все эти все эти программы они построены таким образом что их хозяин так называемый то есть то его создал до который посылает все время дополнение изменения мы ставим и прочее может в любой момент в любой момент нажать на кнопку в серии перестанут работать вот как можно было это использовать зная что они трава по вырубили от на твиттере вообще вырубился 85 миллионов человек его смотрела слушала внимала передавала переживала и тому подобное взяли вырубили президента сша его единственную связь самую большую связь с его избирателями спокойно выбрали так почему эти извиняюсь козлы думают что если они будут использовать все все вот эти вот программы которые построил этот же самый хай-тек вот этот хай-тек не вырубит их точно также самый-самый-самый страшный момент вы помните как газета new york post взяла и написал поместила статью про хантера байдона и как в этот же день и и вырубили со всех со всех носителей твиттеров с youtube of google не давал передавать и прочее прочее значит а заставили в в был специальный прокурор который занимался кандаром байдона сегодня мы уже знаем что его заставили остановить это расследование как его заставили он в то время работал на баром который работал на на трампа то есть каким-то образом его заставили и не дали ему высказаться и не дали ни одного слова чтобы не в общем дотекло до широких масс он остановил это расследование потому что она могла повлиять на выборы есть естественно она могла повлиять этот подвод до продавался называется налево-направо все что имело отношение к вице-президентского место то есть к белому дом и это его папаша вице-президент не то что покрывал вопрос напрямую пользовался бабками которые с его сын получал его сын его брат получали от того что продавались продавались все дни до штата америки а они получали за это деньги и делили и вот этого но повлиять на выборы поэтому этого средства массовой информации и хай-тек не дали нам узнать то есть вот это вот кошмар вот с этим кошмаром надо бороться что прошло в морякопе господа вот так узнают что дальше на 7000 голосов ошиблись например и выяснить что вообще-то должен был бы быть трамп например самая и что будем трубить трубу никакого инструмента нету никакого инструмента юридического легального нету для того чтобы что-то поменять байден уже президент . целью штатка америки в конституции во всех добавлениях в сводах законов нет никакого юридического пути для того чтобы если выясняется что что-то было не так поменять президента президента можно импич это единство либо таскать признать его душевно больным до чего таскать хотя байден своей точки зрения душевно больно искать не способен исполнять свои обязанности вот с моей точки зрения кто я такой любой здравомысливый человек смотря на то как он поступает или как ему не дают выступать придет такому живу вот мое мнение еще раз что корень зла не в том не столько в том что были обмананы местах а за этим обязаны республиканцы следить обязаны как это не следить за этим значит каждую секунду находиться там рядом фотографировать протоколировать не давать вызывать полицию вызывать конгрессменов и тому подобное вот я очень надеюсь что это будет делаться потому что если нет честно говоря тогда значит у нас есть всего одна партия другой партии лету что называется так нам и надо вот а на самое главное происходило в том как почва готовилась и как происходило абсолютно беззаконные действия которым сейчас аплодирует значит руководство сидящие в белом доме и то руководство которое находится в девочке в министерстве юстиции вот это вот кошмар который у нас происходит с выборами и этим этим и должна заниматься республиканская партия мы абсолютно правы мы попали в ситуацию в которой нам доводилось бывает то есть существует только газета правда все остальные при перепечатывают статьи ну то же самое происходит соцсетями исключительно одна тема одна сторона и больше все остальное это теория заговора все остальное это ложь и всех зачекать заблокировать и не дать возможности высказаться это это касается самых насущных тем это касается выборов это касается пандемии везде присутствует только одна точка зрения все же точно если ты по поводу экологии высказываешь не то что хочет начальство то сказать тебя либо вырубают либо выгоняют либо либо просто закрывают и по всем сетям несется что он не специалист он ничего не понимает он лгун он то он все а люди которые сидят на сены и просто в глаза миллионов людей лгут они естественно герой вот например значит вот братья кума два героя до премию получил человек контракт на книгу на 5 миллионов и при этом никакого расследования не проводится и при этом вообще так сказать генеральная прокуратура закрыла все эти расследования связанные с со смертью тысячи тысяч пожилых людей по указке губернаторов нью-йорка мичигана нью-джерси все ничего нет нечего там искать все нормально все в порядке они герои к сожалению ситуация да именно таковая как как бы ни печально это звучало вот я я совершенно поражен каждый раз я уже мы уже много времени как бы в этом в этом находимся в этой ситуации и надо бы привыкнуть и до сих помню могу привыкнуть что я живу в соединенных штатах америки в обществе которое только что вызвала себя самым свободным на белом свете да и похоже что было таким а и говорю о том как фемида сняла с себя повязку очень внимательно смотрит кто перед ней и судит одним образом если это нужный человек а другим образом если это чек не нужно а я поражен тому как сажена различных отраслях а проводится политика одна и та же которую мы никак не можем не повлиять и остановить пошли у меня есть ощущение что очень небольшое меньшинство захватила а захватила страну и действует в ней под прикрытием законности таким образом что насаждает все больше и больше и больше незаконность и несправедливость маленький пример а в декабре месяце на моем там канале основной у меня есть на ютюбе канал там достиг 100 тысяч человек и очень хорошо прекрасно так сказать люди поздравляли 100 тысяч подписчиков а через два дня стало 100 тысяч и 900 человек а через три дня ночью я обнаружил что там сто одна тысячи утром стало 100 тысяч вечером снова сто одна потом снова 100 тысяч потом снова сто одна а потом становилось на числе 10323 и вот с января месяца по сегодняшний день у меня не подписалось ни одного человека на моем канале вот как это может быть хотя куча людей пишет мне я почему-то перестал получать извещение о том что там таскать у вас там новые видео и прочее то есть кто-то взял и только для меня значит здесь какая-то мера там для людей там важности 34 б вот до 34 бы остановить подписку на их канал значит второе это ну там скажем пускать до скажем декабря месяца там 30 40 50 60 100 тысяч человек всегда смотрели мои видео сейчас смотрят 10 20000 то есть а представить себе что эти же темы перестали волновать людей а я там на самые разные темы ставлены философские и на обще американские и дам украина россия израиль и тому подобное чтобы все перестали интересовать людей мне ужасно странно все так понимаю что распространение тоже каким-то образом они могут более широко по тебя показать а могут менее широко тебя пока в общем что-то такое происходит даже на уровне таких малозначимых людей вот как мы малозначимые потому что но не основной язык страны и там ну подумаешь там даскать 100 человек подписан 100 тысяч подписано до божды 83 миллиона 85 миллионов как утра и тем не менее даже на этом уровне идет борьба а с тем чтобы не дай бог ничего такого что мы говорим не услышала бы много людей у нас на канал который мы первые запустили ютюбовский у нас там не было 100 тысяч нас было там порядка 20 тысяч подписчиков но нас на три месяца заблокировали я не знаю кто-то пожина у нас есть тут периодически на нас всякие поклёпы на водят наши братья конкуренты бывшие настоящие то одно говоря то другое может быть кто-то пожаловался что-нибудь написал и просто на три месяца раз и заблокировали у нас правда был вспомогательный канал но второй который был на всякий случай вот сейчас мы на нем работаем хотя там у нас количество подписчиков в 10 раз меньше он довольно активный канал то есть там люди просматривают потом пересматривают поскольку там скажем в европе уже времени много они прямой эфир могут не смотреть но по количеству подписчиков у нас просмотров получается в несколько раз больше чем чем количество подписчиков тоже не понимаю количество подписчиков не растет а просмотров то вот они они почему-то то есть почему-то не закрыли потому что подписчики это люди которые потом должны получать от тебя что такое подписчик человек сказал я хочу получать информацию о том что этот канал произведем новое видео и там новое что-то поставить теперь они нам еще и с интернетом пытаются тут у нас что-то подвисает и не увеличивается невозможно чтобы за сколько-то 7 месяцев ни одного человека не приправилась полная чушь так еще и и части из них большой части не посылают ничего то есть каким-то образом взяли отрезали эту связь формально у меня значит они в подписчиках а информацию не получают я сказал что люди мне там пишут имейлы там или там куда-то еще что ли он почему-то сказать ваше видео перестали у нас выскакивать что вы перестали вообще выступать значит к чему-то сказать я этот разговор завел к тому что даже на уровне не главного языка страны и небольшого относительности америке количество подписчиков те кто попал на радар как враг с ним как с рогом выступать о свободе слова типа вольтеровского дата не вырежет он сказал он называет вольтеровская до что я не согласен ни с одним словом которые вы сказали но готов умереть чтобы защитить ваше право и говорит а вот 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 этого уже десятки лет в америке нету спроси любого студента молодого до спроси его так сказать скажи пожалуйста что такое свобода слова вот скажем это право говорит все кроме того что мне не нравится точно он скажет это немножко другими словами но это суть того что он скажет если я считаю что это offensive и то есть ну там обидно кому-то если я считаю что это неправда если я считаю что это что-то такое то тогда это не свобода слова его до закрывать похоже и я не знаю мы сможем ли мы когда-нибудь эту ситуацию исправить если честно мне большинство да я думаю что таким я думаю что это произойдет из-за развития технологий а потому что ну вот я разговаривал с недавно с одним очень забавным человеком злотим ему правда очень много лет но он автор трех тысяч зарегистрированных патентов и еще 27000 открытие улучшения изобретений и того подобное морская того патента он делал их 30 я не знаю из порядка 30000 он у него есть предложение как что-то улучшит а мальчик да и брата 85 лет а у него мозги работают как у двадцатилетним или 30 раз вот значит он говорит что из того что он знает включая там несколько групп которым он помогает советами там а того подобное они работают над технологиями которые помогут на каждом компьютере а практически создавать а вот все то что сегодня google делает у тебя твой профиль а и этот же твой профиль будет защищать тебя от google а чтоб ты чтобы они могли зарезать и узнавать о тебе ту информацию которую ты не хочешь да вот а ты сам будешь решать что из твоего профиля а использовать для этом поиска там чего-то а что нет то есть вот на сегодняшний день самое главное чем что имеют вот эти тех гигантами имеют о нас информацию которую они говорят что они не используют на самом деле много лет они использовали ее для попробуйте что-нибудь поискать на гугле вам тут же на фейсбуке и на телефон начнут приходить рекламы этого что вы ищете а у меня приятель недавно по-русски обсуждал со своим украинским родственником а значит вещи связаны по-русски вещи связанные с мониторами там с какими-то я не знаю там приспособлениями там для компьютера и тому подобное ему через два часа стала валиться на все вообще не только на телефон вот по телефону это говорит на youtube на google на фейсбук на самом валится реклама того что он обсуждал господа по-русски то есть понимаете когда они пользуются этим а после того как мы знаем что google после выборов руководство угла после выборов трампа устроили там был 14 16 все руководство гугла они собрались комнате и кто-то из них значит тихонечко снимал это дело как выходили один за другим значит руководство к микрофону и клялись что они сделают все возможное для того чтобы не дать стран по переизбраться все возможно они будут делать вы клянемся и рыдали и говорили что что произошло это ужасно мы убедили там какое-то количество людей надо было в 10 раз больше этого делать а делать чего а вот того сам они используют знания о нас потому что они из этого выясняют как политический воздействовать какие взгляды возить от чего мы пугаемся что нам нравится больше всего что нам не нравится больше всего и они начинают тихонечко в течение четырех лет засовывать нам всюду в наши телефоны в наши компьютеры в наши ютюбы в наши фейсбуки нам засовывать что-то отвратное связанная с тем за кого не хотят чтобы мы голосовали и что-то очень приятное связано с тем чтобы которые они хотят чтобы голосовать и вот это вот ужас так я предлагаю прерваться на некоторое время после чего вернуться обратно послушав серёжа что рекламное объявление правильно вернёмся через несколько минут возвращаемся в программу лена войнштейна голос здравого смысла телефон студии 847 4005 200 если будут вопросы пожалуйста звоните еще одно событие еще одно известие которое напомнило мне может быть это несколько слишком такое сравнение может быть чересчур но она мне напомнило событие когда президент рузвельт отказал в приеме теплохода сент-луис и по его около тысяч там 930 чем-то человек евреев были отправлены в газовые печи а вот на этой неделе администрация байдена объявила репатриации 27 беженцев с кубы то есть им было приказано так сказать отправляться назад они там на лодках перебрались в майами воды их задержали и теперь администрация при он приняла решение отправить их в дружественную кубу назад можно себе только представить что с ними сделает кубинский режим но самое страшное другое то есть это это кошмарно я извиняюсь не самое страшное есть еще один аспект этого который настолько же страшно насколько то что происходит потому что абсолютно правильная абсолютно правильная искать корреляция между тем что сделала и где-то и и что делает сейчас правительство байдена мы даже не говорим байден души я вообще думаю что он он настолько не состояли что-то понимать знать и против что не знает что он принимает решение но все это группа отвратная которая сейчас во главе до которая сначала утверждала это самая пса киска к этому повели это мне настолько противно ее слушать стоит что я даже не запомнил как визу которая когда происходили в кои-то веке наконец началось что-то на кубе народ вышел на улице она заявила что народ вышел на улице потому что он требует вакцинацию то есть то есть по доначиству нашего правительства просто я даже не знаю вот так только с мдр можно сравнить из его отыскать вообще так сказать было заявлено виктора что нам нам не нужны евреи здесь ваши у нас этот или так слишком своих слишком много я цитирую а по-моему это или она рассказала у нас своих слишком много нам не нужны еще и немецкие и тем не менее евреи так любили в диарх так они его любили да а а значит или она вернувшись какого-то светского раута написала своем дневнике тоже цитата что больше туда ходить не будем там так гонять так воняло еврейским духом что до сих пор в горле першит это цитата из ее из ее журнала она каждый вечер записывала себе что-то обязательно такое вот что произошло самое интересное самое запоминающиеся в течение прекрасно кстати очень хорошие идеи записывать то что на нее произвело самое большое впечатление за день было что там воняло еврейским духом вот и пишет она больше туда ходить не она не он больше ходить вот в это место к этим людям не буду вот кстати значит хозяин издатель new york times задорка полного фамилия никому не вонял потому что он в ответ на вопрос а почему вы не пишете о ваших братьях а значит в польше там и тому подобное которые колоннами расстреливают идут концлагеря он сказал что у меня нет таких братьев мои братья это маркиз такой-то клясть такой-то там промышленных такой-то вот это отребье ко мне братьями они никак не могут являться а тоже хорошая поэтому от того какой-то национальности ничего ничего совершенно только вот какой какой ты есть можно быть любого цвета любого так сказать размера ушей черепа цвета глаз водоросла и тому подобное быть подонка а может быть точно таким же быть прекрасным честным нормальным человеком а значит то что сейчас это он говорит кубинцам мы вас больше принимать не будем даже не пытайтесь никуда бежать мы закрыли вам возможность приехать в сша сбежать или была маленькая возможность маленькая погибала огромное количество людей акулы сожрали там очень много людей но вот сейчас зачем бежать если все равно отдадут будут пытать будут убивать вот твоих родственников умер шлять давайте попробуем принять меня звонок вот крышка в гроба америки которые вот слушаем вас здравствуйте ли он добрый день сергей еще раз меня зовут евгений прошу прощения за шум на фоне леон не согласитесь ли вы что одно из многочисленных корней наших сегодняшних бед является глубокая эрозия морально-нравственных принципов развития общества спасибо я вас послушаю параде а женя спасибо за вопрос я не то что считаю так я трублю об этом в течение нескольких лет практически на всех своих передачах на всех интервью во всех статьях лекциях которые читают тому подобное я говорю об этом каждый раз дан когда я говорю просто о том что происходит между украиной россии там израилем арабами и т.д. я говорю о том что корень всего заключается в том что у нас произошла подмена моральных принципов на что-то абсолютно другое на какую-то абстрактную мечту о том чтобы всем было хорошо и вот если все отобрать и поделить и прочее то есть абсолютно уход от вековых тысячелетних принципов заложенных и вторую и и и доторы кстати на таскетом урбани шпала что называется почитайте то что на стенах у них было написано моральный кодекс города ур по моему если не ошибаюсь вот я могу ошибаться может это уже был не ура что-то еще а абсолютная деградация вот этого всего и переход на гульта слащавую а а а беспочвенную не имеющую в психологии корней психологии человека мы человек и мы люди мы мы создали созданы может быть по образу и подобию а но нутро у нас такое она мечется она она очень эгоистичная если создавать общество без того чтобы с одной стороны думать продумывать как вот это наша эгоистичность а использовать таким образом чтобы она была во благо а а с другой стороны показывать какие моральные принципы каким надо стремиться и наше общество хочет чтобы к ним стремились потому что если вы не стремитесь вы будете каким-то образом наказывать вот а я не имею сейчас ведут искать там сажать тюрьму и и и расстреливать да это уже начинает что-то другое наказано потому что вам будет сложнее жить на свете вот были были такие такие общества в истории человечества скажем в исландии там пол 400 или 600 лет сейчас могу ошибиться да а в ирландии кстати около тысячи лет общество в которых скажем чит там была такая система в исландии общество было разделено и существовало там много они звали это ассоциации я чуть-чуть меняют искать почему я потому что я пытаюсь искать террорологию подобрать а ассоциация вот я объявляю у меня есть ассоциация подписывайтесь ко мне зачем я ребята буду вам помогать юридическими вопросами я буду защищать вас если там кто-то на вас будет нападать мы все вместе можем продумывать и говорить о том что нам надо защищать наши интересы в сейме у них там был типа что-то сейма а дальше ты вступаешь в эту ассоциацию их то может быть 200-300 там по всей исландии а ты можешь в любой момент поменять скотет я больше не с этой ассоциации а с другой они каждый с одной стороны защищали свои интересы а с другой стороны они должны были а продумывать как не залезть и и не сделать что-то неправильное интересом другой ассоциации потому что можно было очень больно за это получить а очень много интересного там происходило а суть следующая там учитывалось что человек все равно хочет себе утянуть и что ему свое ближе чем а чем чужое если что называется два ребенка двое детей упали за вас один ваша делила что вы прыгаете сначала почему-то спасать своего а потом если ты скажет получится спасать того если что-то случилось то вы сначала у вас одна порция лекарства до таскать два человека заболели вы даете лекарство сначала своему ребенку своей там цискать семье дома а потом вы неплохой человек просто бежите даете свое ты вот это должно быть обязательно учитана в построении общества и строить общество по типу вот абсолютно иллюзорной идеи что люди ангелы и что они будут получать одно и то же и работать потрясающе даже если они будут получать то же самое не работая вообще и работая плохо это бред уже проходили а потеря потеря того что вот детей детям перестали рассказывать 10 мы знали в советском союзе что нам могут я не знаю там про других но когда мне говорили что надо условно любить ближе ближнего как самого себя это потрясающая идея великолепная настроить на этом общество нельзя нельзя построить общество на том что а значит мы сейчас рабочим будем платить больше чем профессорам но хотим чтобы у нас профессора а самые лучшие шли ставить профессора бредовая совершенная идея приводила к тому что скотине или там рабочий да так сделаешь ты там 20 головок там чего-то до вытащишь или 40 ты получаешь одно и то же зачем точить 40 чем напрягаться а магазин да вот у меня я жил в ленинграде тогда назывался ленинград на углу такая улица маховая улица пестеля пестеля была когда-то улицы магазинов они были в кошмарном запустении там воняло все было прогнило капусту в одном продавали в другом хоть кошмарную мебель в в парикмахерской там ужас какой был так пахло и тому подобное будет дедушка который переехал в шестнадцатом году значит будет став юристом в санкт-петербург здесь помощник инстаркчево что все же встать с пристряпчем степче то юрист рассказывал мне когда было потрясающее это место как там пахло великолепно и сырные продавались какие-то 24 творога разных там колбасы со всего мира там эти колонном пахло там с политические дискуссии которые велись сидя пока тебя стригли и тому подобное и вот господа прошло в россии которые там ну не капитализм от а там какой-то дикий запад но все таки люди стали получать от того что они делают что-то сами они получили начали получать себе прибыль это улица я был там в каком-то сейчас не помню уже 2000 каком-то году да она вдруг опять ожила там снова эти магазины снова сыр из со всего мира в это самое полностью переделанная барбершоп они часто называют а парикмахерская который потрясающе пахнет моем детстве туда приходил в ужасе кожа тебя там стригли какими-то кошмарными больно очень делали вот и брали там какие-то 35 копеек и были сильными недовольны исключим пытались спрыснуть тебя одеколоном чтобы получить еще 15 копеек и нагрел этот одеколон сейчас там кофе подносят газеты даю да там что-то такое еще делают она вернулась моментально как только возник базируется что-то на правильном подходе если в россии правильный подход но там хотя бы на это есть ответ что если ты работаешь и живу делаешь ты получаешь часть дохода частью тебя забирают бандиты форме милиции или форме там государства или форме просто бандитов местных или знаю там и тому подобное но хотя бы часть ты получаешь уже все стало цвести а когда делается законы делаются на основании моральных принципов с тем чтобы если ты не морален тебе было бы невыгодно то общество как у нас вот в америке да почему бы взлетели потому что с одной стороны очень правильные были посту выстроены очень правильные экономические отношения а с другой стороны внутренняя мораль без того чтобы устроить было протестантская работой молись получает из к воспитываю семью получает искать доход который ты произвел и отдавай часть богу часть государству тебя никто не трогает я никому не трогаю смотрите какой страну построили на этом и развалили ее полностью на отсутствие моральных принцип перезвоните пожалуйста 847 4005 200 мне не хотелось прерывать замечательно я извиняюсь за долгую не хорошим аналог очень тема и очень больная тема до меня мораль и обучение это две важных самых темы которые я вот всегда пытаюсь всюду за суд я сегодня репост сделал одного поста автор автор джил рочет корт маленькая цитата поколение молодых белых оранжерейных дебилов выращенная на американских харчах получившие образование в колледжах за маминой и папиной деньги впитала в сознании вместе с молоком матери привычную благостную картину своего полного благополучия на фоне страдания угнетенных потомков рабов эти образованные дебилы никогда не обращали внимание на то откуда все вокруг берется все так привычно стабильно и уютно в холодильнике всегда есть еда в кране есть вода на кухне газ зимой работает отопление летом кондиционер транспорт ходит самолеты летают госпиталь госпитали лечат кто-то производит автомобили в магазинах полно одежды любых товаров ну конечно сейчас самое время отвлечь от безделия и подумать о замене проклятого капитализма уничтожение жадных компаний и строительство города солнца на разваленных корпораций давайте попробуем не дождались опять перезвонить сейчас я уже не дал возможность нашим радиослужим позвонить сейчас специально сделаем паузу чтобы успели дозвониться обязательно примем ваши звонки добрый день пожалуйста в эфире а вот здравствуйте еще раз серёжа леон здравствуйте недавно пилот я приступила к очередному готовить очередную почву для очередного импичмента президента трампа сказать право чего демократы опасаются когда голосование по почте фальсификация на выборах и игнорирование исков президента трампа стали нормой жизни в нашей америки спасибо ну давайте я вам таким историческим забавным примером отвечу значит в византии когда ну там всегда сказать когда король там как он там назывался у них да был при смерти и начиналась борьба таскать за за захват престола то тот кто после смерти короля захватывают престол он отдавал следующий выбор своим братьям то есть ближайшим те которые могли бы претендовать на этот престол говорила либо я выкалываю вам глаза либо вы постригаетесь в монахи а значит все они сто процентов насколько нам известно постригались монахи а когда ты произносишь обет монашество то ты просто по условиям игры не можешь занимать никакую светскую должность никто за тобой таскать не пойдет и церковь и церковь тебя главное не не помажет на это самое на 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 власть теперь чего боятся демократы они боят трамп этом огромная сила и они понимают что в двадцать четвертом модель двадцать втором году трамп может пускать достаточно много людей которые его за ним пошли в него верят уже воспитались за время четырех летом управления вышли на политическую арену может засунуть давно довольно много людей в конгресс не знаю там сенат как на в конгресс точно а во вторых двадцать четвертом году подготовив эту почву подготовив как я уверен что какие-то средства массовой информации какие-то тех те способы передачи информации нам будут либо изобретены либо построены трамповским людьми а они боятся что трамп выходит на арену и имеет возможность достаточно серьезный шанс победить любого кандидата которого не могут выставить тем более после того что сейчас проделывает так называемая байденовская администрация а к малых или кстати вообще вообще не слышно да и поэтому они пытаются сделать так чтобы вот то же самое как либо мы те выгодим глаза либо ты пострижешься в монахи они хотят сделать так что формально трамп не мог выставлять свою кандидатуру а это формально может произойти если он будет импич и подтвержден то есть его импичмент подтвержден еще не будет иметь право выставлять свою кандидатуру им наплевать на правдивость и наплевать на все что угодно им главное пробить вот это вот чтоб трамп не имел право себя свою кандидатуру выставлять абсолютно верно для них да кстати конституция не запрещает назначать вернее выбирать спикером палаты представителя по палаты представителей человек который не является конгрессменом могут быть не пойдет не пойдет не знаю не знаю я ну просто как вариант я не я не утверждаю что будет именно так мы просто констатирую что он уже он уже сказал что это не единственное что они делают так сказать я думаю что я я не знаю как насчет 24 года но на промежуточных выборах мы похоже будем голосовать голосовать опять в условиях локдауна поскольку уже cdc говорит о том что и действительно вакцина которую вот сейчас файзер делает у неограниченный срок действий сейчас всерьез говорят о том что необходимо бустер и они решают или это просто будет бустер или это будет ежегодная вакцинация они требуют так сказать поголовной вакцинации всех cnn дан лемон вообще заявил о том что те кто не вакцинирован вообще им запретить в магазин и заходите покупать продукты то есть пусть они дохнут с голода такие вот они гуманитарии блинная на cnn в этом культе в демократическом запретить людям ходить в магазин уже сережа дело в том что вот та сторона демократа или там как называть мне уже очень сложно как-то называть потому что уже все понятия отменили они сбросили вообще все маски они знают что полстраны абсолютно зазомбирована я это проверяю на всяких таспитом дальних знакомых с которыми мне детей не крестить поэтому я продолжаю с ними иногда общаться с близким очень сложно было которые оставались на каких-то вот таких вот практически взаимоотношения нету ну вот на какие-то дальние случайные да я проверяю какие-то вещи мне интересно я там говорю да вот это происходит думаешь по этому поводу и совершенно все равно что произошло находится объяснение почему вот это необходимо по а та сторона абсолютно сбросила маску она действует нагло исходя из того что нам выгодно мы то и будем говорить делая вид что это научно или или там что-то еще или необходимо ли для блага человечества немножко опять интернет у нас подвис и вот что касается промежуточных выборов я все-таки думаю что это будет проходить в условиях локдауна потому что строй по стойке смена если даже сомневаешься тебя зице председатель заявил что если сидиси будет рекомендовать то очевидно локдаун будет вообще возвращаясь к вакцинации вакцина действует ограниченный срок максимум восемь месяцев по моему и поэтому очевидно это будет такая ну как вакцина от гриппа но только они требуют поголовной вакцинации и директор cdc госпожа как же ее зовут даже не помню ее фамилию валенске до фамилии она она заявила о том что к вид паспорта в европейском стиле это путь вперед то есть когда грин тейлор мечта большевиков свершилась и вот у нас на всех пометки был абсолютно и когда грин тейлор за который за это высказывание и конечно там били как только могли о том что в свое время в германии нашивали желтые звезды а сейчас вот в некоторых университетах там предлагали раббер бен такой на руку те кто не вакцинировать чтобы выделить людей которые не вакцинировали но вот эти уже паспорта хотят ввести то есть будет и они же относят они же говорят открыто что вот те кто не вакцинируется это все трамписты хотя на самом деле как выясняется они об этом правда молчат но основную часть не вакцинированных составляет афроамериканцы и латинос ну дело в том что вот искать если мне было меньше 50 скажем да то я скорее всего не пошел бы вакцинироваться я не продумывался от точки зрения мне там за 70 поэтому честно говоря что пройдет через десять лет волной там но немножко меньше и буду останется ругать детородная функция ли это меня не очень волнует а сперматозоиды будут ли живые или живые но если бы я был до 50 то наверное начал задавать себе вопросы а проверили ли они действия этой вакцины на скажем на 35 лет вперед нет не проверили знают ли они как эта вакцина которая с точки зрения науки называется вами слабой вакцины это не сильная вакцина которая полностью заканчивается все . это слабая вакцина то есть она позволяет вирусу прийти в тело начать развиваться но она как бы уже выработала ли будет помогать вырабатывать искать антитела которые будут бороться с иммунный ответ у слабых вакцин есть одна большая проблема а она она новые штаммы вирусов она не уничтожает в организме она они позвали живут и мы их передаем дальше сами того не зная сами того легко прошли до время а вот тем людям которые не вакцинированы мы можем передать и убить их значит то есть иными словами нужно уже не то ольга уже прямо в конце я уже заканчивается в эту самую в общем в любом случае серёжа то что происходит это это даже это мечта кгб мечта кгб гестапо и всех остальных не знаю как мы будем с этим бороться но как-то технология поможет нам с этим бороться будьте нам здоровы и до следующей встречи